Господи, там кто-то стреляет Звуки выстрелов и дети, прыгающие из окон третьего этажа, пытаясь спастись Кадрами с места событий с самого утра делились очевидцы Около 10 утра в СМИ появилась первая информация о стрельбе в Казанской гимназии 175 В школу забежал мужчина с оружием Также писали, что нападавших двое, однако это не подтвердилось Мы сидели на русском языке Время было 9.20 Начался первый взрыв Начали выводить учеников первых и вторых классов После этого вывели учительницу бессознания Потом вывели мальчика, весь в крови был Нам директор сообщил, что надо закрыть двери либо партами, либо на ключ Мы начали таскивать все парты к двери И после этого взрыв был очень близко к нашей двери Дети со второго этажа начали выпрыгивать из окон Там вообще началась конкретная паника У нас девочки все в слезах Я видел, как один агрессивный человек в маске атаковал людей При помощи огнестрельного орудия При помощи смелых ребят, которые успели позвонить в полицию Мы смогли выбраться при помощи полицейских Избежать больших жертв помогли учителя Один из них вел урок русского языка, когда услышал взрывы Закрыл двери в классе, закрыл окна Сказал ребятам, чтобы они не подходили к окну Присели вдоль стены и ждали Потом школу стали обходить работники СОБРа Достучались до нас И в их сопровождении мы организованно вышли за пределы школы Детей эвакуировали в соседние детские сады номер 180 и 40 Откуда ребят смогли забрать родители На месте происшествия работали все экстренные службы Направлена 21 бригада скорой медицинской помощи Казани И медики Республиканского центра медицины катастроф Самые страшные кадры этого дня Истекающие кровью на траве возле школы дети, которых спасают врачи 18 пострадавших детей и троих взрослых направили в ДРКБ, РКБ и Синдеброгурбонию А так выглядел класс после случившегося лужи крови и тела детей прямо на полу Кто устроил это зверство? В 5 минут 10-го появилось видео задержания стрелка Предположительно, это 19-летний бывший ученик школы Ильнар Голевиев, недавно отчисленный из ТИЗБИ В соцсетях этим утром он написал, что убьет десятерых, при этом называя себя богом При задержании он сообщил о бомбе еще и в своем доме на улице Туганлы Жителей эвакуировали, но бомбы, к счастью, не оказалось Хотя по неподтвержденной информации, эксперты обнаружили в его квартире элементы для изготовления взрывчатки Он тихенький был, всегда мы здоровались Чтобы про него так подумать, никогда бы не подумал Родители очень хорошие В школе был взрывчатка А в доме не было, да? Нет, в доме не было, а в школе было Я ходил дочку забрать три окна вместе с решетками на первом этаже вынесла В 10.24 на место выехал президент республики Рустам Мениханов Он осмотрел здание гимназии По кадрам видны серьезные повреждения Везде осколки, разбиты окна, выбиты двери Президент выразил соболезнования и озвучил журналистам официальную информацию о количестве погибших Это семь школьников и одна учительница К трем часам дня количество жертв увеличилось до девяти 18 детей находятся в детской клинической больнице К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями И есть и с переломами, ушибами Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей По стрелку известно, что разрешение на оружие он получил перед майскими праздниками Дело о массовом убийстве в Казанской гимназии будут расследовать в Центральном аппарате Следственного комитета России Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным Поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Центральный аппарат ведомства Кроме того, по его указанию на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики ведомства Криминалисты окажут содействие следователям в поиске всех следов чудовищного преступления Лина Зинатольевна, Марат Зайдулин, Данил Филатов, ТНВ Казань